корс обойдется без переигровок без переигровок друзья финальная игра lgd gaming и team secret и сейчас будем мы с вами свидетелями того что одна из команд упадет в нижнюю сетку а другая команда поднимется в верхнюю какая же это будет команда ну вот единственный вопрос да судя вот по первой игре этой команды может быть lgd и team secret тоже потому что была довольно равная игра в конце конечно же уже там продавили задавили секретов но секреты неплохо дрались интересные мувы показывали я до сих пор помню тот fight когда когда мизери 5 дал станов причем дал 5 станов не там по одному или в молоко он им там по двоим по троим давал не хотят там по одному тоже были какие-то он уже финальные станут там когда надо было кого-то последнего убегающего там добить как то ну как бы там ни было как бы там ни было секреты проиграли первую игру кстати вторую игру с ехом они тоже проиграли и вторая игра против их ума было с думом на этот раз но там и сэфа не было сейчас будет сэф немножко разные драфты вот смотрите ликана банят ликана банят как раз но не сказать что млекон собственно их он прям супер принес победу но он тоже был полезен тоже был как бы такой губкой которая впитывает урон и отвлекает от других более важных персонажей и игроков и так кстати обратите внимание ротики ротики он в отличие от ехом не банит не банит вообще v33 то есть он не парень ну не убирает ходите берите ходите забирайте у нас планы есть у нас есть спирит то есть мы сразу берем спирита а брать ми паря уже это ваше решение то есть у нас есть все против него смотрите darkseer spirit и я что прейшн правда конечно супер расформленными паря это может и не остановить но с другой стороны если спирит расфармится то просто мне паря будет убивать за один удар просто прыгает в ми паря и пока он там разрезает его он как раз его и убивает то что работает бфчик работают криты ну хотя до этого конечно можно не дожить но с другой стороны можно и дожить бэйн вот бэйн прям вот один из мастеров и здесь и на нем играл и очень классно у него получалось сверх полезный был сверх интересно и круто всю игру провел на этом персонаже теперь же видимо пупей будет пользоваться наработками хотя пупей тоже круто игра у него там что до 83 там чего-то было на дизрапторе то есть дизраптором он владеет на самом деле все владеют всеми и красивую дату показывают то ли еще будет в плей-оффах поэтому друзья завтра послезавтра и так далее так далее там просто еще больше доты еще она будет интереснее еще жестче жарче круче поэтому не забывайте приходите смотрите наблюдайте болейте уич доктор кстати кстати ведь доктор был бичом тиму секрет опять же в игре против ехом потому что ну не получалось никак сбить ему этот вард ну вообще не получалось вард стоял и пинал и это же еще хорошо что не было аганима потому что ведь доктор там просто вардом убивал урсу потом дуба ну всех он убивал вардом кто просто ну пока может вард стрел он всех убивал не помогало там ничего против этого варда они все время забивали на вич доктор либо вич доктор какие-то супер крутые позиции занимал ну не шло не шло ну а китайцы не ж такие они там между собой общаются они конечно сливают инфу говорят что да вот у них была проблема с вич доктором у них была проблема там со спиритом не проблема была с леканом берите убиваете кулок вверх вот как то есть нас кэри думу или это дум ну не 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 то есть лагер сложно сф минус в общем все понятно сфмид дум кэри бэйн просто саппорт и еще один должен быть саппорт какой-то вот может быть будет дизраптор может быть какой-то с дизейблом ну со станом да можно попробовать энигму взять потому что сбивать black hole ну теоретически есть чем там каска может неприятно прыгать спирит может летать там дарксир стягивает но в целом вот если запрыгивать в толпу а в толпе будет дарксир и спирит теоретически да то сбить может только вич доктор но им тоже могут заняться думы и прочие товарищи и ник бы давно не было вообще я буду за той духу то с этой духу за той духу давайте тайт хантера пикать джиггернаута забанили окей не хватает lgd кэри в принципе это понятно или какой-нибудь войтсовну что-то вот такое луна не у нас саппорт этот бредовая кэша идея а вот копам может заехать в качестве саппорт что я уже такие просто замки из песка строю квапа саппорт о о только хотел сказать лон друид ну жж лон друид появляется и надо теперь придумать какого-то рубика может быть воровать у други до всех этих его зверей одного точнее в принципе рубик здесь рубик такой персонаж который всегда неплохо заезжает есть что воровать задумался капитан есть у него еще целая минута 38 lgd удивляет ротики ха 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 ротики что-то делаешь прекрати он тоже прекратил пять его пиков мы видим пять карт раскрыта осталась последняя секретная карта команды секрет и секретный капитан у которого вопрос вместо аватара будет нам этот секрет открывать ну в общем в общем в общем что же такого интересного придумать то если ну то есть друид конечно же серьезно все меняет потому что это тебе и пуш и серьезный такой дэмэдж дилер в лейте и вот надо теперь как-то придумывать что с ним делать ему и можно ли его ну на самом деле можно разороть взять чтобы высасывать дэмэдж но тогда придется какого-то дума лесника делать или там как-то надо придется исхитряться там удрить или два кэри что было допустим шел там разор с клокверком на линию оба инс дума ну короче какая-то ерунда получается но она может и сработать а может не сработать в принципе есть бэн который может слипать медвежонка но такого же можно и разбудить непростая задача у пупехи можно какого-то шеду шамана взять ли у нас сексом ну вот ну не самый лучший вариант если что если что долго думал купе решил рискнуть ну ладно ну ладно то есть они хотят быть агрессивным то есть я так подозреваю будут строить будет строиться играть им секретов вокруг dark сира спирита аппарата и ведь доктор они будут забивать на друида и всячески пытаться убивать этих вот парней а потом уже как бы ну с другом возможно что там мы сделаем уже потом когда мы там расформимся и остальных загнобим а может наоборот может наоборот ну а тут уж и не поймешь как они будут работать баунти хантеру конечно если будет возможность они сила работ убивать но в первую очередь наверно стоит как-то попробовать отправить может быть ну а у них сайте как получится то есть клокверк пойдет естественно сложную одну будет формить и баунти хантер вот полезность и эффективность команды секретов будет зависит от пола и да я насколько он там сможет баунти хантером мешать и друиду и прочим персонажам то есть если сможет активно мешает если там сможет каких-то крипов убивать если там отводы не будет делать не будет позволять делать тогда шансы будут возрастать улджете по моему все попроще вот если честно что мы много про секрет говорим давайте про lgd поговорим у них есть хороший эмбр спирит прямо очень крутой эмбр спирит который только что выиграл игру у них есть собственно неплохая парочка саппортов ведь доктор и что парешина которых жутко крутые аганимы и должны они это иметь ввиду ну и и одна и вторая команда это наверно уже имеет вид так тут тут кто-то уже бегает это пайло и дать они что в мид отправили лондруида ну ладно принципе это или нет или просто спирит побежал там патр варта потом так вот вот так вот вот так вот ушел в инвиз но пол хп аппарат потерял уже и дальше смотрите по это уже хочет драться так operation использую чилин тач по это больно вард поставили пайло и дай пайло и дай погибает и фб достается кому бы выдумали лон друиду но из положительных моментов и сф и doom забрали баунти руны и пупей заберет час вард вражеский ой не заберет они за скушал скушал вард тут сейчас будет кушать в ответ на в итоге мы сохраняем преимущество на этой линии с помощью нашего варда ваш уже погибну так пайло и дай пришел 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 вы видно скушали одновременно класс теперь все без вардов ну как то так теперь файл и дай должен отправляться по своим мышиным делам он отправляется вот так вот спину силару тысяч дальше еще удар нет больше ударов нет кстати в него проходят тычечки тычечки пайло и дай помогает дай но все помогает делать но помогая как как будто бы в последний раз doom тем временем на линии с двумя манга но я так понимаю у envy какие-то с манга к манга теплые чувства он испытывает постоянно по два покупает дарксир щиточком отбрасывается пупе его конечно гоняет на второй лево уже дарксира поэтому так просто так просто его не убить и крипа дарксир еще одного добрал клак вверх клак вверх второй левел отводики мэйби фармит вот так вот ракета ракета забирает крипа что в принципе неплохо ну а v33 ну вот кстати насчет v33 в принципе тоже sf давно что я не видела сэфов уже может просто забыл вот и собственно sf нуждается в отводиках может как-то ну может быть вот какой-то будет агрессивный такое я видел как-то когда вот началась мода на юн блинк и v33 как раз играл я не помню как за какую команду тогда был выступал но он очень классно реализовывал этот блинк юл может быть он вот ва-банк пойдет это не с не самый конечно там прям успешной может быть в плане процентажа в игр ну в плане процентов побед билд но зато он довольно эффективен если если полу на самом деле любой будет эффективно если получается как бы это очевидно но билд по-своему жесткий то есть нельзя от этого практически спастись любого героя может так очень быстро убить то есть юл блинкаешься на место юла просто взрываешься реквиемом и так можно гангать 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 постоянно может быть может быть в 3-3 через мекку пойдет ну в любом случае через чтобы он там не пошел главное обеспечить ему комфортный фарм крипов там где-то стакать что может быть нет но вот тех которых он может кайлами убивать до пупеха воюча точкам в основном артики там не показывается артики знатный тоже такой джукер оффлейнер хороший так заслипали его пошел дум дум скушал стан окей но мангет на стан но есть у него манга и ротики убегает но там через 20 через 30 секунд будет руна поэтому будет наверно там возле руну тусить какое-то время в 3-3 смотрите у него неплохо по крипам но от него силар вообще не отстаёт 19 на 4 17 на 2 то есть примерно одинаково нет вернуться на линию чё простаивать потом потом доберем добежим так так сейчас можно в спину зайти протекей хорошо стана и мимо стан н.в.н.в. было слышно как он скушал мангу а станом промахнулся дабл дэмэдж это понимание то инвиз был что мне показалось что был дэмэдж полайдай ночью бегает в инвизе не видно его вдвойне ммай и дидис и готовы как-то под напряжи здесь клакверка но того есть коги если что поставит он их но все 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 уже далеко убежал ничего здесь не будет полайда и видели видели на варде и видят вновь но потому что даже не в инвизе он даже не в инвизе на разоблыл что он имеет возможность выйти из инвиза просто когда скилл заканчивается когда проходит время действия как тут ну что тут у нас вроде кеймерики пятого левела но друид слушайте такое противно этот вот я не знаю как его назвать это не медведь это какая-то хрень собачья вот честно какое-то несуразное существо какой-то огромной туши маленькими руками еще меньшими ногами в общем что-то с ним серьезно не так видимо он болен чем-то он болен тот друид чем болеют животные там в лесу бешенством чем-то так пор него и хорош 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 грызут по его и дая но корни проходят так а у нас погоня за дидиси вообще не погонял не знаю что за ним погоня ну за ним погоня или знает или там был вард а так а я думал ультимет хочет дать у него ультимета нет соответственно значит он должен был кайлы давать кайлы он тоже не дал окей просчитал значит все значит все в 3 3 просчитал и понял что дэмэдж он не нанесет достаточно для того чтобы убить противника соответственно дэмэдж наносить не стоит аруна окей пока пока еще никто здесь ничего не стакал как вы видите и какие-то квадрипл стаки там могут появиться максимум на четвертой минуте что в принципе плохо дарксир проверяет стакал ли там кто-то а пупи пока просто стоит левел сапог пайлай дай левел 3 левел такой себе ну выбор все равно мне не нравится выбор секрета вот вас laste pick так 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 что происходит или не приступил но пытатьсяόна дамажитого медведя очень много конечно мы ведь и 10 апреля пит давай так замедляет медведя ну так добить 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 т exactamente еще 1 и вот он медведь я не понял что произошло с медведем то ли его убили крипы туле его сына или то ли там что но в итоге но мы новые медведи есть еще там каску можно бросить но корни когда же будут корни то думаютgram силар но корни не прокнули не один раз и сейчас не бротит а шо ж такое что за не пруха то койл еще один тусит мая вокруг своего кэри вокруг своего в данном случае мидера подхиливает его потихоньку 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 но наверху у мэйби кстати вообще проблем нет где мэйби мэйби ты где покажись вот смотрите стоит там что-то себя фармит всех убивает дум про чуть перефармливает его но видимо хотя кстати интересно почему все-таки думу думу посложнее хотя не царь у него демошта большой 84 плюс 55 ну просто съел нужного крипа и добивать ему в принципе комфортно ну вот после фб который пайла и дай подарил противником в обмен на 2 на 2 баунти руны у нас как-то тихо мирно чинно благородно так 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 вот ну давай 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 на тебе на тебе так слип руна наша руна оставляют для для витре 3 ну ротикея дум получает трудного на руну все забили сразу же покивают этом каска будет парни держать ой будет а молодик шин здесь молодик шина то нет все разбегаются дум 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 ой пришел мэйби хорош в 3 3 должен сражаться в 3 3 деваться некуда в 3 3 сгорел ну говорит ну как так дальше за думом дум встану они от дум стоит тоже будет драться по это я пришел горит по больно ему дум погибает по его хоть то пупека подставляется купе давай купе что-то сделать тычка то залетела от клакверка в итоге выжил тут один лишь пайла и дай который так и пробегал в инвизи ну вот реально парень крут ну да и дали бы им какой-то рубика или что-то такое было бы чуть пополезнее 243 фрага сделать но 3 в 1 размен такой вот был они 3 в 2 как-то 3 в 1 3 в 2 да забрали же спирита и до этого забрали дарксира клакверка там не было но он наверное не хотел туда приходить потому что шестого у него еще нет по лвлам быстро вам показываю шестых нет ни у кого и саппортов 5 5 5 5 ну и оффлейнеров да а ну хотя нет у дарксира есть седьмой у остальных нет ничего ну нет шестого левела и это имеется ввиду то что ультиматика как раз очень серьезно будут изменять ход игры ну во первых смотрите он что порешен с бластом который может забросить с любого ранжа в любую точку карты раз да ведь доктор с вардом который тоже очень много дэмоджа физического вносит это что касается lgd так дум куда далеко зашел каску словил себя doom doom живет doom дает по мэйби хорошо но санта приморозился примерз но это хорошо потому что его мэйби бить не будет и гореть на него не будет ммай какие же тычки то ммай получают думал забирает дальше дидиси за дидиси за дидиси за дидиси мизери давай туда же туда за ним есть у него коги есть что-то еще но можно тычку дать doom doom погиб что мэйби прилетела ракета мизери забирает инжопорейшена но doom погиб it's killing time говорит мизери хорошо doom был убит вернувшимся на реминанта мэйби там или на т.п. ну это в принципе можно было предположить но некуда было деваться уже как бы завязали завязали уже в сражении по рукам по ногам связали lgd и сами за тавр зашли и так то ну как то так получилось пока что в 33 не может похвастаться никакими артефактами это если это было бы фаст мека нам уже было а так это fast pt и аквила может быть надо идти в дамаг именно в 33 такую задачу получат капитана командой будет собираться какие-то сатаники скади дайдалусы и прочее 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 дум скушал крепочка и от воде к тому намекнули 3 3 что-то смотри там там же отвод на 1 1 отвод смог тоже первый вроде бы или не первые тут просто бежим тут просто бежим ага ух как интересно я все думал куда же они идут ну мизери должен как-то потусить на линии на линии тоже должен потусить пайло и даю чтобы противники не смекнули о рошане но зато они смекнули что можно тавр забрать если вы никто не защищает и теперь пытаются найти противника но противник бьет рошана вот так вот сф забирает себя бессмертие лон друид 5 200 спирит 4 800 очень неплохие показатели то blast blast пупей а гребкой шапу пи неприятно но хотя бы blast это еще без аганима 12 минута было бы очень удивительно если бы было гоним что прешено хотя дедиси конечно в прошлой игре шикарно сыграл так клокверк бэдмэл вот это вот уже с этим можно работать по его еда есть треки треки ей до 7 левел упала я даю все-таки убийство рошана там добавил лов ну тогда теперь надо просто трекать 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 трекаем всех и всегда и везде мэйби в овражском овраге не овраг это вот эта вот тема или это не овраг это так таров защитный канепа это что здесь защищать так вот мэйби бегает там пока не фармит купей цирклет ну хоть что-то надо собирать покупать хотя бы какие-то статы что появлялись силар тем временем давайте посмотрим что у него в медведя имеется у вас смотрите у него медведя практически а уже есть mail стром в центре загущаются тучи над в 3 3 у него есть аегис но он может его бездарно просто отдать так купей там что-то кого-то сапнул лон друид приходит на центр но тут слов и тавр связали пупеху есть тп от баунти хантер ну баунти хантера как-то очень мало хп он сюда прилетел на просто треки раздавать так раздавать а уже треки корни работают по думу и неприятно дум дает таки дум все лара хорошо самого дума уже забирают стенка стоит ну хорошая на самом деле стенка только в одного мизери окей пупе держит мэйби отлично теперь надо попробовать мэйби забрать мэйби погибает были кажется треки и вы 3 3 теперь после того как аегис из него выбили возвращается файт хотел сказать но файт уже закончился бласт бла мой боже 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 пупеха не втроем на бласть втроем на бласть повернули вот это катастрофа просто ddc а пупе это не везло в первой да во второй игре он бластами промахивался а тут втроем втроем на бласть как так это просто зевс ульт это просто зевс ульт ддс помните мы говорили что ддс хорошо играет по моему ему еще и удача прокает ну как бы вы видите да что у парня появляется 6 на 9 как так и ну просто чуйка сработала ддс самый главный сыскной пёс скотланд ярда учуял нюхал их как-то пустил туда бласт ну пока конечно хотя смотрите по графикам там-то в ноль все вышло то есть типа lgd потеряли преимущество которое у них было а по xp секрет и лидирует несмотря на дойдет трипл килла ай 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 ну как вот хотелось бы поговорить с кем-то из игроков и узнать вот как так ну не прям сейчас конечно купи его ddc дгс но он погиб он погиб да пупей там конечно в себя впитал все ddc чуть под фиде отдал овернул должок так 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 сэф готовится взорваться давай 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 ну надо подойти Да вот, 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 самое время, так, нет, плохо, плохо на полхэппе, но все равно можно калами, можно калами Думу, повесили на Силара, дальше Думу, прицел, тут каска влетает, по Ви-3-3 не успевает, и Вардецкий-то работает, надо бежать назад, надо бежать назад, но Варту связали по рукам, по ногам, и все, и забрали Думу, опять эти Варды работают против, против Пупехи и его команды, и погонящие за Ви-3-3, а так было хорошо, так, вот здесь вот, что, здесь были Коги, здесь был минус Дарксир. Ну, как бы, Fight Recap какой-то, что я потерял, я мысли какую хотел сказать, а, да, так вот, хотелось бы поговорить с игроками, узнать, ну, не прямо сейчас, да, вы поняли, так вот, спросите, вот, насколько влияет сильно, и влияет ли вот, ну, то есть, вот, та самая дизмораль, да, только что втроем мы убегали, и в нас попал в троих бласт, троих убил, то есть, это, ай-яй-яй, вот, мэйби держат, а мэйби держат, мэйби бьют, мэйби убивают, то есть, как-то это повлияет, ну, то есть, влияют ли такие эпизоды на игроков, или они вот всегда готовы, что противник круто играет, и если вы там втроем бежите где-то, то в любом случае, вас там, санстрайк попадает, или там, бласты, и вы, короче, погибаете, и это, ну, никак не сказывается на вашей игре, или же все-таки это выбивает из колеи, и вы потом не можете собраться, ну, как так, 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 треки, 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 треки на ддс, ддс, бласт, но сейчас вот ддс начинает так активно возвращать, то, что взял Корни, ой, корни это плохо Корни, пупей, пупей, пупей бежит назад Корни если прокнут, корни не прокнут, еще одна тычка И корни, и нет корней, хорошо Мизери там зажался с крипами, пупейка уходит отсюда Мизери стоит, ой, плохо Это крипы его не отпускают, просто А теперь еще медвежонок бьет и вард в Мизери работает Мизери наконец освободился, Мизери бежит Мизери погиб Один в один Ну, ДДС должен Забыть О появлениях на линии Он должен где-то там фармить так, чтобы его не видно Было, потому что его сразу Убивают, и да, Мидас это хорошо Но после появления Мидаса и вардов У него вот, как бы, денег не прибавилось Он дважды погибал, а мог бы Кстати и заработать И его Мидас просто Как бы Просто окупает его смерти Пока что, но Профит как бы в плюс не работает Так, кто у нас здесь Здесь у нас спирит под треком Ну, Пайлодай просто так треки не раздает Понятно Дум Без блинка не может как-то быстро залететь Хотя Там у Мэйби всегда Ну вот, давай-давай-давай-давай Витри-3, Витри-3, Витри-3 Взорвался, хорошо Ротики понимают, что уже не уходит Или уходит все Ну, Витри-3 Койл, Койл, дай Койл, дай Койл, дай Дальни Почему ты Койл не дал Койл с руки просто Витри-3 Боялся, что Кайлом промахнется Поэтому Койл не давал И ты паут сюда еще и делает Уходит, ну хорошо Так, тут уже Мьёльнир Молот Тора Ага Пупей, Пупей бежит Слипает себя Хорошо, Бласт его А, его разбудили Пупей, Бластир По Пупе Корни Работает, Пупе Все там Против Пупе Коги Коги Барабаны Полетели на Риминате Там Витри-3 не видно Витри-3 с руки сейчас разобьет Мэйби Нет, все-таки не разбивает его И Витри-3 остается против Против Медвежонка Медвежонку он таки завалил Каска Вардецкий по Витри-3 Опять Вард Опять по спине Опять Ну что ж такое Мы же Не Бристлбеки У нас не каменная спина Думают сейчас Сикреты Ну Чего уж там поделать Так, круто играет ЛГД, молодцы парни Опять же С Вардами пока проблемы Вот, с Вардами проблемы Ну, тут Как бы не самая Главная проблема была Вард Хотя, хотя бы забрали спирита Спирит пока с барабаном Но вот Медвежонка все-таки Как-то поэффективнее Формить Смотрите, у него Мьёльнир имеется 9700 на руках Спирит 5500 То есть, несмотря на Все вот эти вот успехи Команды Мэйби Не может похвастаться Прям суперартефактами Ну у него вообще нет артефактов Ну то есть начальные Ну, как бы не то, что вообще нет Да, у него начальные артефакты Барабан Фейзы Боттл Суперстик Все хорошо Но это начальные артефакты Для начала хорошо Но уже 20-ая минута Уже должен как-то появляться БФ-чик Ну, если для антимага 15-ая минута Это классика БФ То для спиритов Все-таки классика БФ Минута где-то Наверное 18-ая, 20-ая В своем лесу Бегает Пайлайдай В Шэдоу Волке Иллюзии Дарксира Формят крипов Так, Дум Понимает, что это иллюзия А тут у нас А тут у нас парни засели Ну, их на варде видно Еще и под треком тоже Как бы видно Вард сейчас разобьют Но трек Снять не смогут С помощью Ух ты, тут что-то написано Такое интересное На китайском Но, к сожалению, я Тут все на китайском написано Ну, ладно Форставчику Пайлайдай 7-7-7 Занятное число ХП Нортики тоже под треком Слушайте, ну вот очень долго Как-то секреты не могут Разобрать Тавр Т1 И Т1 тоже Так-так-так-так-так Нападение Но и 3-3 Все это спалило А просветить его есть чем? Лол Лол А, ну, они Да, все правильно Делают И DC просвечивает Просвещает Но немножко не угадал С направлением Думал, что где-то там Прятаться Оказалось, что Прятались в другом месте И смог Выдался Не самым удачным Пупеха Пупеха тоже имеет смог Но пока Иззять его не надо И так там все Прекрасно видно Видно Вражеский вард Думаю Срубил Паром Так, медвежонок Очень быстрый Очень быстрый Еще и башер Будет у него О-о-о Медведь, конечно Серьезный противник Особенно для таких Тонких саппортов Как Бэйн Либо же Баунти Хантер Так, Мэйби Прилетел 1700, кстати, у Мэйби И треку Мэйби Так, сразу же Форстав Плэйда и делает Что сейчас будет Дум Мэйби Ловил Дум Терна попробовать Его зафокусить Левел ДС Есть Дум Акб прожимает Прилетела Мизери Летает Там ТОС Каска Тоже летает Дум Отскакивает Вардесский Дума Работает Упей Помогает Держит ДДС Мэйби Должен сгореть ДДС Тоже погибает Хорошо И теперь надо Попробовать Вич доктора Как бы забрать Вич доктор Очень мало ХП Очень Прям совсем Мало ХП Вич доктор Нет Не выживает Окей Медвежонок Медвежонок В заслипе В заслипе Медвежонок Ну а теперь Медвежонок Будет Ох Как он быстро Бежит Там медведь Смотрите За ним Такая толпа Там На хвасте Витритри Нервно Когтями Скребет Землю Не получилось Медведи Забрать Ну Самый плотный Пагаж Из всех Персонажей LGD Это Медведь Силара Ну у него Как бы 6 брони 2700 хп Битву провели Секреты Отменную Теперь попробую Тавр забрать Ну у LGD Вот сейчас Точнее не LG А у Секрета Все хорошо В том плане Что они четко Знают кого Давай Дум Купей Улетают Все разбегаются Или не все Или не все Или не все Или не все Связали Связали Дума Ну что то Не получается Закрепить преимущество Только вроде Его получили И вот уже Отдали Дума И так далее Еще кого то Может отдадут Нет Так вот Им все четко понятно Они сразу же дают Дум В мэйби И вырубают Как бы его Из файта Остальных Просто кайтят Точнее нет Кайтят медведя Остальных бьют На Рошана заходим Окей Ну там же треки Ну наверное Мы убьем Рошана А если прилетит Сюда хукшот Нет Хукшот не прилетит Ракеты просто прилетают Рошана видимо отдадут Этому самому На бласт И там сейчас погибнет Медведь догонит Смотрите Тыц Тыц Ну тыц Не разок Не хочет Тыцать Акп Контроль О Лол Лол А он не мог ударить Наверное потому что далеко Был от хозяина Ясно 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 Так Ну тут В-3-3 разбирается С товарами Смотрите И погнался За Мэйбис Смотрите Что делает Что делает Тычка-то полетела И сразу же Эгис выбили Вот так вот В-3-3 Вот так вот Одна небольшая проблемка Есть у Спирита Он Не и выйдет Проджектайлы Своими скиллами В момент Ну то есть Как бы Он и выйдет Если они влетают в него Когда он перемещается на них Когда он делает разрез Пока он по крипам прыгает Да Если там у него Тычка летит Или какой-то скилл То он как раз В него не попадает Или пока он на реминанте Да Он униозим А вот если Тычка в него полетела Ну допустим Вот как сейчас было Да В-3-3 дал в него удар И полетел Мэйби на реминанта Он прилетел Но прилетел На реминанта Быстрее чем летела тычка Поэтому он прилетел А тычка все еще летела Летела, летела, летела и прилетела. Минус Аегис. Просветочка. Самостоятельно купленная. Друг наш Мизери, скажи, да всю правду доложи, когда у тебя будет Аганим. Друг наш Ротикей. Кстати, у Ротике тоже все хорошо. В плане... Ну, а хотя нет. Нехорошо. Нужен ему даггер и нужны грифсы. Хотя, может быть, все-таки стоит собрать грифсы сейчас и не пытаться быть агрессивными. Лжеди попытаться как-то сыграть от защиты. То есть мы никуда активно там... Ну, хотя у них медведь есть. Тут проблема, да? То есть с медведем вроде как надо пушить. Но с медведем можно эффективно и защищаться. Просто фармите, пусть Мэйби там еще себе парочку рапир там вынесет, как в прошлой игре. И тогда деритесь. Зачем сран... Ну, нет, хотя тут Пупе связали. Но Пупе сказал уже Мэйби держит. Но Мэйби, Мэйби взрывается. В него СФА и 3-3 просто разваливает кабину. Дум прилетел, Дум на Силара повесили. ММА отбегает, ничего он не может делать. Каску бросать бессмысленного. Дума БКБ. Вот так вот он лопает этого несчастного саппорта. И Силар бежит, а за ним там Дум. Дум какой-то повернулся. Силар, Дум что-то забил на Силара. Пингует Думу, что вот же он Силар. Держит его Пупей в слипе. И бежит Силар. 300 хп. Хокшот прилетел. Хокшот прилетел. Вопрос, кому достанется. Силар достался кому-то. Думу достался. И теперь ДДС можно попробовать убить. Бежим, бежим, бежим. В 3-3 говорит, дайте пройти я быстрее. 3-4-3-82. Ракета на ход. Есть тычка. Есть еще одна. Ускоряет Ротикей. Дум тут же на блинке. Сокращает дистанцию с Ротикейем. Прыгать дальше. Левел дозунет. Всего только игрок хорош. Ротики. И блас тражит топорейшного. А все. Аппарат наказывает. Замерзнет сейчас там Дум. Дума форстафнули вниз. Он замерзнет внизу. Если не замерзнет, не замерзает. Минус. Все-таки замерз. 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 Ну, теперь самое время, наверное, друзья. Ну, стенка, конечно, забавная. Посмотрите. Самая ровная стенка в мире. Ну, хотя отсюда, если посмотреть, вроде ровная. А тут, конечно, как бы стенка. Да куда ты улетела, мышка? Так, вот график, наверное, надо с вами проверить. Потому что, ну, вроде что-то случилось. Что же это произошло? Что случилось в наших лесах, как любят говаривать Энчантрес? Так вот, в наших лесах случился подъем переворота. И Рудофотос прикупил себе господин Пупей. Форставчик. Ну, вот. Начал ДДС, конечно, с трипл килла шикарного. Но вот после этого трипл килла у него как-то... А, гнинчик не появился. Так, Пайло едает. Пайло едает, смотрите. Вот сейчас соберет лотус орб. Они, по-моему, сейчас будут убивать Мэйби. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорош, хорош, там взорвался. Прям нет, в Мэйби улетел. Вау, Мэйби, реакция. Реакция от бога. Почему Doom не дал? Маны не хватило. Манки-то не хватило. Азаза. Ну, бывает. Бывает такое. Манки не хватило, не рассчитал. Ну, бывает. Что-то да, друзья, я немножко затупил. Ну, конечно же, у нас есть масса людей, которые могут поправить и подсказать добродушно, от души, где вы ошиблись. На лотуса-то не похоже, потому что ультимейт орб все-таки, да, но для лотуса нужен персеверанс. Но в свое оправдание скажу, что и то, и то круглое. Немножко это сбило меня. В смысле, а что ж он тогда будет линкуйку-то собирать? Ну, ладно, в общем, на совести баунти-хантера останется этот артефакт. А вот на совести, на совести СФ появляется Кираса. И в 3-3 уже становится весьма, весьма внушительным дэмэдж-дилером. Ну, правда, и медвежонок-то там. Ну, хотя как, что медвежонок-то? Медвежонок-то мы все видели уже давно, и за последнее время только у него башер докупился. Так, а там что-то происходит? Дум, Дум, Левел Десп, Дидиси, Дидиси. Дум, хорошо, в Силара, теперь Дидиси надо добить. Добить в когах-то, Мизери никого не отпускает. Держит Силара, держит Силара. Такие вард работают. Ну, сбейте вард. Привязали, не получается, сбили вард, все-таки убили. Хорошо, три элемента полетело. Мэйби, мэйби, бить Дума, Дума бить. Но Дума не убить, все-таки убить. И в 3-3 тоже убить. Взрывается 2 в 3 размен. Ну, вроде бы как. Так, ну там Мизери своих, Хукай, чтоб чужие бежали. Хорош, хорош. Спасается Хуканов Пайло Эдая. Тавр разрушили Радианты. Вот эти вот два крепочечка. Но у нас вроде бы как будет битва-то. Заслипали, заслипали. Ультимант через 75 секунд. Но есть Хукшот, есть Коги. Коги толкнули. Блэйд Мэйл тоже работает. Рутики, эротики. На фонтан отправятся. Мэйби под треком. Мэйби еще под одним треком. Мэйби бить с руки. Мэйби замедлили. Народов Тос работает. Есть Брэйн Сап. Мэйби бежит. Мэйби все за ним. За Мэйби. Мэйби заслипали. Хорошо, чем бить дальше? Хукшот. И здесь Хукшот, потому что Аганим тоже был. Мэйби на таверну. Назад. Мэйби. Хорош. Вот это секреты-то разошлись. Шоу. Ах, Fight Recup. Жалко, что Fight Recup у нас плохой. И нерелевантный. Так бы мы, конечно, с вами посмотреть, сколько они там отыграли, выиграли и так далее. Мгммм, 2-100 у Мизери после всех этих событий. И гемчику Пупана. Ага. Ну, друзья, в общем, ни я, ни вы не были правы, он купил Блинк. Он не купил ни Лотус, он не купил ни Линку, ни что-то еще. Он купил Блинк. Ну, пока, конечно, потому что соберется того ультима и торба. Может быть, Скади? Скади. Скади. Гоу, Скади. Ну, вот сейчас, знаете, вот что самое интересное, как бы, что мы с вами наблюдаем вот то самое вот до конца гейминг. То есть они потеряли вроде как Дума, да, вроде как там коров каких-то потеряли, SF'а тоже потеряли, но саппорты продолжают драться там с помощью оффлейнера, они гоняют этого кэри, они его убивают, они там убивают фражеского оффлейнера, они боеспособные единицы, они могут и хотят и наносят этот урон и идут вот до последнего, до последней своей кровинушки, отдаются там, защищаются. И, в общем-то, ну, эта дота заслуживает уважения, независимо от того, как закончится матч. Ну, скорее всего, нет, мы не будем говорить, скорее всего, потому что все еще рапиры могут быть, все еще рапиры могут быть и Бугатти достанутся болельщикам LGD. А могут быть и другие, конечно, артефакты, тогда Бугатти не достанутся никому. Почему постоянно на Баунти Хантера хочется мне прокликивать? Ну, он единственный просто, кто вот гуляет так вот фривольно. Знаете, кошка гуляет сама по себе и Баунти Хантер тоже гуляет по Элой Дайе сама по себе. На вражеской территории там постоянно кого-то ищет, дает вижн своим тиммейтам, где там противник перемещается, куда он идет, что он хочет сделать, что он там придумывает. Силар под треком. Силару бы что-то в себя собрать. Так, ведь доктор тоже под треком. Так вот, что в себя собрать? Так, 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 ой-ой-ой, сейчас соберет он в себя Дум. Собрал Дум, хорошо. Что еще соберет? Хукшот собирает себя. Отлично, форстав. Блэдмейл, Коги, Коги, Коги собирать Коги. Каска летает. Ой, неприятная Каска отскочивает еще раз. Мизери, Мизери бежит дальше. Дум в Дум отскочила. Думу пофиг. Да, добил он-таки Силару. ДДС бросает ультимейт. ДДС сейчас погибнет или нет? Дум за ним. ДДС, ДДС. Ох, Левл Дэс работает. По пик гоняется. Мэйби, Хукшот, какой от Мизери влетел в лицо. В Таблова все. Мэйби погибнет. Да, Мэйби погиб. Ротикей туда же. Минус 4. GG прописывает LGD. И Сикреты сравнивают счет в серии 1-1. Ничья, они со второго места выходят в сетку венеров. Как-то так, друзья. 0.8 закончил Дарксир. Ну, с Сикретом. Такое ощущение, им какая-то нужна взбучка. Вот. Какой-то катализатор. Пришли, вот LGD надавали им в первой игре просто по щам, по лицу, да? Вот. И пупей такой. И все-таки вот этот вот бласт. Вот этот вот бласт в троих. Он сработал против LGD. Ну, наверное, да? Потому что разозлились. Сикреты такие, что за фигня? Бласт в троих. Минус 3. Аппарат. С Медасом. С вардами. Нет, не позволим. Ну, не позволили, да. В итоге Operation так свою аганиму не вынес. Но начиналось все очень даже неплохо. 4-6-4. Заканчивает Operation. Ну, и, собственно... Но LGD тоже молодцы. Они в первой игре показали Secret. Who is who? Все-таки, может быть, не совсем родные стены у LGD. Но родные стены поближе, чем европейские. Поэтому все-таки 1-1. Друзья, на этом мы, наверное, с вами будем прощаться. Потому что все равно переигровок никаких вроде как не будет. Все у нас в группе понятно. С первого места e-home, со второго уходят Secret. И третьей достается LGD. А четвертое, соответственно, у Digital Chaos, который до этого выиграли Fnatic. И отправили тех за борт. За борт выбросили просто. Отправили домой. Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Но Dota еще будет сегодня. Dota еще будет... Какая будет Dota? Будет еще много турниров. Еще StarLadder будет. Еще Summit будет. Все еще... Не, не Summit. Будет Defense. В общем, оставайтесь с Ruhab. Через некоторое время у нас все будет возобновлено. Все трансляции. Вы сможете наслаждаться любимой своей игрой. На этом все. До новых встреч в эфире, друзья. Всем пока.